Кто там, Боня? Кто там? Господи, чудная, чудная, дива дивная, да? Мы с Мишей сейчас поедем по делам. Вон сколько бабушка сегодня успела и видел, и где только не была. Ну, как вы думаете, включила видео Ларисы Табашниковой, она купила щеночка, господи, маленького, хорошенького. И я все, рот разинула, смотрю, забыла, что закат хотела снять. Севастопольский. Ну вот, проворонила, короче говоря. Мишаня поехал навстречу. Сейчас приедет, поедем с ним в Севастополь, в магазин съездим. Потому что здесь плохо с этим делом. Тут вот всего-то вот два магазина, и то один туда тоже ехать на чем-то надо. А тут в этом магазине даже и не знаешь, что купить. Знаете, такой магазин, где можно купить, выпить и закусить. Ну и все. А остальное, ну, молоко там. А так и не знаешь даже чего. Вот. Так что съездим сейчас в магазин. Девочки, я вчера, конечно, закидала видео у вас. Вчера. В смысле сегодня, но это вы завтра увидите. Вот. Ну что, получается иногда так, да. Видео много, надо выкладывать. Ну что делать? Не, ну это же хорошо, когда есть что снимать. Правда? Бывают такие дни, что и снимать нечего. Совсем. Вот. Я даже комментарии почитала. Чего-то мало комментариев совсем. Совсем. Ну правильно, потому что у меня нет времени их читать. Вы и не пишете. А у меня потом время раз появилось, я захожу, а там 3, 4, 5. И все, и больше нет. Вот. А лайки и комментарии, они позволяют продвигать видео. Вот для чего они нужны. Я-то и так знаю, что вы у меня хорошие и добрые. Ну вот. Ладно. Проворонила, короче, закат. Вот он вечерний. Фиолент. А мне захотелось... Правда, время, конечно, не гуляльное совсем. И Мишке надо ехать забирать Полину с девчонками из гостей. Ну, а я поеду на автобусе тут ехать-то, господи. Ну, мне хочется хоть немножко. Очень я соскучилась по Севастополю. Очень. Да и чего дома сидеть их ждать. Ой, я сегодня за день вообще... И там, и сям. Тут движуха, да. И стройки, и народу много. У меня же кофе захотел. А завтра я встану и поеду на пятый километр. Господи, хоть бы еще был там этот отдел с бижутерией. Может, я бы там купила оптом, как в Питере на Апраксином дворе, если у них есть. А вдруг попадется что-нибудь с маркировкой? Ну, ладно, лишь бы работал. Что, хороший кофе тут у них? Да. Теперь за сигаретами побежал. Я вот у Мишани, я прям вот с ним прям отдыхаю. Настолько. Так я его знаю лет 20. Ну, если не 20, то... Ну, лет 17, наверное. Совсем пацанчик был молодой. Пришел в риэлтор работать. Они с Алинкой очень дружили. Поэтому мы прям вот постоянно общались. Он и к нам домой. Вообще прям... Он для меня как сын. Он помоложе Кости. Слушайте, а сколько вот ему лет? Надо хоть спросить. Я что-то и забыла уже. Но он моложе Алинки. Ну, не знаю точно. Уже не помню, сколько лет. А потом сюда в Крым-то вместе переехали. И жили вот так в одном дворе. Идет. Ну, а это дело такое. Я девочкам говорю, говорю, не помню, сколько лет. 39 будет. А у меня все 35. Время-то все... Я тут штырила недавно. Про смысл жизни. Про смысл жизни? Ну, да. Кризис среднего возраста. Угу. Ой, как же жизнь летит, Миша, вообще. Ну, вот. Пятый километр. Рынок. Вот, шнепок вот у нас. Не было шнепок. Панамка. Девчонки. Ёбки. Угу. Ну, вот. Семь. Похожу, хоть посмотрю на большие магазины. Мы тут в Симферополь с Костей ездили. Этот новый центр. Мне там крышу снесло. Нифига, это что, как в аэропорту? Какая-то ошибка. Не работает. Ну, да. Тут два часа бесплатно. Ты стоишь. Два часа бесплатно. За остальное. А шо там? Да, ну, там там такой вот, кари. Да, ну, брусь. На хрен оно мне надо, кари. Вот без цель. На чем походе, посмотри. Ладно. Все равно тебе надо. Бери корзинку маленькую. Ключи дашь на кассе. Угу. Вообще все, мы поедем. Все эти. Да. Давай пока. Короче говоря, тут вот такая история, да. Есть вот такая карта. Вот мне Миша ее дал. И вот видите, есть товары, на которые цена такая. А с этой картой вот такая. Вот. Интересно. Интересненько. Так. Я, правда, не знаю, что мне надо. Ну, сейчас схожу, похожу, посмотрю. Полотенце какое. Полотенце интересное такое. Ну, это для малышей, для школьников. Так. Да. За два года так все изменилось. Два года назад что-то было. Так, пойдем сюда сходим. От них сыров плавленных. Я купила вот такой вот козьей. Ох, ну тут вообще. Пармезанчики всякие. Так, это я куплю, когда поеду домой. Назад поеду. Ну, какие объемы сыров. Вот тут, видите, какой выбор. А в черноморском. А в черноморском. Колбас сколько. Мне много-то набирать нельзя. Мне ж ехать на автобусе придется. Так, тут молочка всякая. Перепелиные яйца. Я, знаете, что забыла. Ой, господи. Как он называется-то? Мой кофе-то. Сыкурий. Сыкурий. Йогурт. Так, сколько всяких. Так, не забыть бы цикорию-то купить. Так. Творожку бы взять немножко. А, вот. Так, а нет у них тут в глиняных-то горшочках. Не вижу. Ой, гоните меня отсюда. Тоже йогурт. Ой, ой, ой. Я понимаю, что с этой картой может быть и развод. Как всегда. Нету в глиняных. Еще йогурт есть тоже той же компании. Коломенской, что ли? В таких стеклянных баночках с крышечками. Я вот себе в Питере покупала. И баночку забрала домой. Ой, какой выбор вообще. Вот так вот. Так, ну, тут уже нет этих скидок. Вот, девочки, смотрите, цены. Я не буду вам отзвучивать. Это куры. Это завтра. Костя, если приедет, шашлычку сделаем. Ой, как я любила вот это сало с чесноком в белье. Ой, бутербродик. Ну, все. Говядина на кости. Говядина гуляш. Говядина грудинка. Семга-стейк. Ну, рыбу я тоже не буду брать. Чего я буду у них там с рыбой возиться? Так, это мне нельзя. Не могу, у меня слюни текут, как в собаке. Так, иди-ка, Люба, отсюда. Уженого целый ряд. Я уже, правда, купила девчонкам. Ну, может, еще купить что-нибудь сладенькое. Так, ну, тут уже нет этих скидок. Вот, девочки, смотрите, цены. Я не буду вам отзвучивать. Это куры. Это завтра. Кость, если приедет, шашлычку сделаем. Ой, как я любила вот это сало. С чесноком ели. Ой, бутербродик. Ну, все. Говядина на кости. Говядина гуляш. Говядина грудинка. Семга стейк. Ну, рыбу я тоже не буду брать. Чего я буду у них там с рыбой возиться. Так, это мне нельзя. Не могу, у меня слюни текут, как в собаке. Так, иди-ка, Люба, отсюда. Уженого целый ряд. Я уже, правда, купила девчонкам, но, может, еще купить чего-нибудь сладенького. Тоже сырый. Ой, девочки из Черноморска. Так, так, так. Мне надо найти, где чай и кофе. Тут, наверное, нет. Так, конфеты. Куда идти-то? Так, детское питание, хлебобулочный. И там, наверное, где бакалей. С кремом и цукатами. Понимаете? Ну, что ж вы, любви, вздеваетесь надо мной. Так, все же. Все это тут. Так, а там готовая еда. Девочки, а у вас как такие же цены? Рис с овощами, мне кажется, дорогой. Дороговато. 40 рублей за 100 грамм. Надо взять и хоть кусочек маленький съесть. Ой, какая красотища. О, девчонки, да. Одичаешь в моей деревне. Какая красотища. Господи, тут столько всего. Тут пока обойдешь все. Ночь уже наступит. Кондитерский, вот, чай, кофе мне надо. Мне надо чай, кофе. Чай. 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 И тут чай. Че-то я... Вот он. Нашла. Цикорий. Я возьму и такого, и такого. Еще копейки стоят. Так. Так. Слушайте, он раньше был большой магазин. А сейчас вот с этими полками просто тут такая. Столько всего. Мама дорогая. Всякие штуки пластиковые. Вот. Так. 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 Тут уже кассы. Вот эти вот раздвижные. Шампуни. Всяко. Всяко-всяко. Так, очереди там, конечно. Это что такое? А, это бутылки для напитков. Вот такой пластик. Аккуратно. Аккуратно. Едет Мерседес. Намывают. Намывают. Так, ладно. Теперь надо найти поменьше. Где народу в кассу. Время, блин. Людям пора по домам сидеть. Нет. Так, ну ладно, я в очередь. Вот смотрите, вечером на остановке чисто. Около магазина прям чисто все. Мне в Севастополе, что прикольно. У них дома все разные планировки. Разные постройки. Практически двух рядом домов одинаковых не бывает. А мне нужно завтра будет утром вот сюда. Через дорогу. На рынок Севастополе. А вот видите, носор, конечно, как стоит. Да, это, конечно, была чистая авантюра. Поехать вот так в магазин. Еще и без телефона. В этом-то телефоне у меня нет симки. Даже и такси не вызовут, если что. Если автобус не пойдет. Мы с Мишкой договорились. Если я к 12 не приеду, то он за мной приедет. Просто он говорит, что автобусы до 12 ходят. Мне как-то сильно не верится. Раньше так же ходил, как в Черноморском. Слушайте, такие автобусы хорошие. Прям. Прям хорошие автобусы. Все. Я пришла на остановку автобус. 20 рублей, как у нас в Черноморском. Ну вот, 8 минут, и я приехала. А при нас тут валялась куча камней. Я все думала, когда же их уберут. А вы посмотрите, чего сделали. Из этой кучи камней. Вот. Так. 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 Девочки, 7 лет назад, когда мы переехали сюда, не было света. Фонарей тут вообще не было, по-моему. Да и света-то не было. Темень была такая, чернота. Когда Украина свет-то отрубила, давали там буквально на пару часов дадут свет. И опять нет. А Алинка тогда работала администратором. по-моему, да, администратором. Она работала в агентстве недвижимости. И вот нет ее и нет с работы. Нет и нет. А она на машине. А она только начала ездить на машине. Темень. Ну, это зима была, темно. Я выхожу сюда, выхожу. Нету и нету, нету и нету. Я же переживаю. А еще туман. Такой туман. И я тут хожу, хожу, нету, нету. Потом подъезжает. А она в этом тумане, да в темноте. Два раза вот этот поворотик проезжала. Господи. Ну, а теперь все. Все светится. Все как надо. Да. Интересно, Мишаня приехал с Полиной и с девочками. А то, может, я раньше их. Потому что он за ними поехал куда-то на Сапун-гору. На какую-то дачу. Ну, у меня ключи-то есть. Так что, мои дорогие, впечатлений у меня масса. За день я столько всего успела. И увидать, и поснимать. И выложить столько видео. Завтра еще Костя должен с семьей приехать. А я на рынок с утра. Поеду. Я так долго хотела, но очень переживаю, что вдруг закрылся этот отдел. За бижутерией. В стране кризис кому? До бижутерии-то, да. До бусин, до камушков. А может, и ничего. Может, и работает. Тапки мои скрипят резиновые. Не одела носки. Ну, что, мои хорошие, давайте до завтра прощаться. Всего вам хорошего. Уже хорошего вечера я вам не желаю. Желаю спокойной ночи. Так, Света нет. Не вернулись еще. Пусть все у вас, девочки мои, мальчики. Пусть все будет хорошо. Хоть я вас практически всех и в глаза не видела, но я за вас переживаю. Домики как новые светятся. Мне бы очень не хотелось, чтобы с вами что-то случалось плохое. Вы знаете, как сказал Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили. Вы же меня смотрите. Вы мне уже свои родные люди. Так. Ну, я пришла. Сейчас я ключи буду искать. До ворота открывать. Все, мои золотые. Давайте. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.